Дорогие друзья, а вы знали, что в годы Великой Отечественной войны Иркутск дал вооруженным силам более двух тысяч самолетов? Об этом и многом другом в нашем выпуске прогулок по Иркутску. Мы находимся на территории бывшего радиозавода. Все началось в 1945 году, когда в Иркутске построили автосборочный завод. Но в 1952-м его перепрофилировали в Иркутский завод радиоприемников. Главный профиль завода – это была работа на оборону. Но народные массы знали его благодаря тому, что здесь производили радиолы. В начале 50-е годы знаменитую радиолу «Рекорд», а затем радиолу «Илга». Завод успешно работал, а потом пришли 90-е с характерными для них процессами. В частности, попадалась такая информация. Пока директор ездил в Москву выбивать заказы, ценнейшее оборудование завода продавали в Китай буквально по цене металлолома. Но, тем не менее, завод дожил до 2000-х годов и был закрыт уже в первом десятилетии нашего столетия. Сегодня о его существовании напоминает только название остановки – радиозавод. Сегодня на территории бывшего радиозавода располагаются центр дополнительного образования детей, медицинский колледж, а также торгово-развлекательные центры. Мы находимся на перекрестке улиц Карла Маркса и Октябрьской революции. Здесь некогда находился легендарный завод тяжелого машиностроения имени Куйбышева. Собственно говоря, завод существует и нынче, хотя в сильно урезанном виде. А когда-то он занимал огромную территорию. Весь вот этот вот квартал. Напротив нас находится здание бывшего дома культуры завода Куйбышева. А начиналась его история еще в дореволюционное время. Здесь были обозные мастерские. В 1929 году на месте обозных мастерских начинает строиться завод. Ну и надо сказать, что, к сожалению, при строительстве завода был также ликвидирован прекрасный интендантский сад, находившийся по соседству с обозными мастерскими. Сад, о котором писал еще Антон Палыч Чехов. Не только тот квартал, напротив которого мы начали рассказ, но и территория нынешней Фортуны, тоже была занята когда-то заводом тяжелого машиностроения. Во многие страны мира посылалась его продукция. Что же это было такое? В первую очередь, конечно, ценились драги для золотодобывающей промышленности. Ну а сегодня вместо промышленной зоны торговые и офисные здания. Это одно из, увы, немногих сохранившихся предприятий города. Иркутский авиационный завод. Конечно, легендарная у него история. Началась она в 1932 году. Тогда было принято решение о строительстве данного объекта. Запущен завод был в 1934. И уже в конце десятилетия иркутские самолеты участвовали в операции на озере Хасан, а также на Халкинголе. Когда началась Великая Отечественная война, в Иркутск был эвакуирован завод из Москвы. Авиационный завод номер 39. И его слили с Иркутским заводом. И с той поры он заработал очень-очень мощно и дал за годы Великой Отечественной войны вооруженным силам более двух тысяч самолетов. За годы работы авиазавода здесь производились разные модели самолетов. Можно, например, вспомнить 70-е с легендарными Мигами. Ну и сейчас, несмотря на все сложности постперестроечного времени, завод выстоял и продолжает свою работу. Одним словом, история иркутской промышленности дает немало поводов и для гордости, и для огорчений. До новых встреч!